Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Amazon FreePlay. В этом видео я вам расскажу, откуда у меня появился бизнес СТО, я вам покажу прибыль для нового бизнеса, покажу где он находится, как он мне достался, и вообще, покажу, как бы, что он себя вообще представляет. Потому что у меня давно не было такого, именно, пиздатого бизнеса, потому что в последний раз у меня было СТО, это в 2019 году, перед глобальным обновлением у меня было СТО в Арзамасе, потом, как бы, был глобальный след бизнесов, поэтому у меня этот бизнес, по сути, забрали, но я успел его перед глобалкой, получается, продать и заработать с него очень много денег. Не забывай вводить промокодик, потому что за него получите бабосики, пишите ММ, 7 пункт промокод, указать друга ютубера, и вводите вот этот замечательный промокод, Кирилл Гейм Капсом, за которого получите хорошие бабки, просто берете, вводите, качаете уровень, и сразу вам зачисляются бабки на аккаунт. Поэтому не упустите шанс, просто берите, вводите промокод, я вам буду очень сильно благодарен. Короче, в чем суть, пацаны, получается, мой друг, это мой заместитель, получается, в семье, Джон Смит, уехал в Чехию, то есть на несколько дней, и попросил меня, чтобы я поддержал его бизнес, как бы, чтобы я за ним посидел, там, завез продукты, если вдруг их не будет, и финку я могу себе собирать, то есть это реально прикольно. Я сейчас при этом покажу этот бизнес, как вы поняли, находится он в Южном, пишите GPS, потом 8 пункт, и вот 4 пункт СТО, и вот 4 бизнес, скидка 80 называется, можете к нему ездить, закупаться, я вам сейчас покажу, как бы, и прибыль бизнеса, и сколько за сегодня он заработал, как бы, я думаю, всем интересно, потому что финку этого бизнеса мало кто показывает, да вообще финку бизнесов СТО мало кто показывает, поэтому, я думаю, видосик получится интересной, поэтому, пацаны, поставьте лайк, также можете подписаться на канал, давайте попробуем, там, набрать 100 лайков, я вам буду реально очень благодарен, хочу поднять активность, поэтому, возьмите просто каждый, поставьте лайк, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Минуточку внимания, хотел бы вам посоветить интересный канал, называется он Максим Гейм, пацанчик снимает в нашем любимом проекте, это Мазин Холиплей, поэтому, можете заходить к нему канал, как бы, он снимает админские будни, снимает обычные видосы, полезные, поэтому, всем советую зайти на его канал, посмотреть, поддержать пацана, давайте поможем ему набрать 1000 подписчиков, я думаю, он будет очень рад, поэтому, берите, просто подписывайтесь, смотрите видосики, и давайте максимально поддержим этого пацанчика, ссылка на его канал будет в описании под видео. Конечно, название видео немножко клибейтное, потому что, там написано, получил бесплатный бизнес, но, я думаю, пацаны, понимаете, то, что, как бы, это не мой бизнес, мне его дали всего лишь поддержать на 5 дней, честно, пацаны, я не знаю, сколько он стоит, вообще, без понятия, даже примерно сказать не могу, я оцениваю этот бизнес, там, ну, в 400 миллионов, Джон Смит купил этот бизнес за 300 миллионов, то есть, бизнес такой, реально, очень интересный, потому что, у меня у самого, в 19-м году, был бизнес со 100 в городе Арсамас, и если я найду скриншот, я вам покажу финку, то есть, это реально был очень прибыльный бизнес, который мне очень сильно нравился, я считаю, что это был самый топовый бизнес, который у меня был за всю историю игры на Амазинге, потому что, там была самая большая финка, там было и по 7 лямов, и по 10 миллионов, то есть, реально, был очень топовый бизнес, хотя он находился в Арсамасе, как бы, на проекте есть несколько бизнесов, это, получается, в Батырево, потом в Арсамасе, и два в Южном. Вот этот бизнес, который сейчас я к нему еду, это самое дешевое 100, получается, ну, по мнению всех игроков, в принципе, это считается самое дешевое 100, потому что оно находится не в очень хорошем месте, оно находится, получается, за ППС города Южного, но я считаю, это все равно топовый бизнес, потому что, пацаны, ну, это 100, понимаете, здесь будет прибыль очень крутая, когда выйдет обнова, будет тонировка, там, новые машины, новые винилы, и здесь будет, реально, очень хорошая прибыль, потому что сейчас, особо тюнингом никто не занимается, это раньше, там, в 19-м году, на магнумы тюнинг стали, там, улучшение бака ставили, чипы, там, и так далее, и с магнумов имели очень хорошие деньги, сейчас, конечно же, такого нету, потому что, очень много магнумов, и их никто практически не тюнингует, Я даже скучаю за своим СТО, который я продал перед глобальным обновлением, потому что, потом был глобальный слет, и все бизнесы, дома были по ГОСУ, и мне пришлось просто его продать, чтобы я не потерял деньги Да, пацаны, я вам повторяю то, что сейчас, почти во всех СТОшках такая финка, потому что, никто сейчас машины не тюнингует, сейчас, как бы, финка не особо большая, но бывает дни, когда финка реально нормальная Вот, допустим, вчера финка была лям 300, вот, еще была финка лям 300, Джон Смит купил этот бизнес 27-го числа, то есть, 10 дней назад он купил этот бизнес, то есть, да, здесь финка нестабильная, вот, лям 200, лям 400, лям 400, то есть, да, бизнес такой, интересно, на самом деле, здесь нету никогда стабильной финки, она всегда здесь разная, но я считаю, все равно, как бы, вы скажете, типа, та ебать по финке, если смотришь, полная хуйня, пацаны Допустим, сегодня 300 тысяч финка, завтра может быть 3 миллиона, либо 5 миллионов, то есть, бизнес реально очень хороший, как бы, я считаю, кто бы что ни говорил, это все равно считается один из топовых бизнесов Да, он находится в не очень хорошем месте, но если его хорошо распиарить, если про него рассказать, как бы, всем игрокам, тем более, здесь стоит скидка, то здесь финка реально будет очень хорошая Ну, а так, в целом, я считаю, любое СТО, где бы оно ни ходилось, там, Батыри, Варзамас, Юшка, ну, там реально нормальная финка будет, в любом случае По сути, это АФК бизнес, не такой же, конечно, как Нотариус, но, в принципе, тоже АФК бизнес, допустим, в тех же 2.4.7 продукты уходят намного быстрее Буквально, там, 2 дня, и все, у вас пустой склад, а здесь, как бы, продукты уходят не особо быстро, там, в день уходит по 2000 продуктов, там, по 3000 продуктов То есть, это реально, по сути, АФК бизнес, потому что он не требует особого внимания к себе Что бы я еще хотел вам сказать, пацаны, то, что скоро должно выйти обновление, вот, буквально, где-то в течение недели Я так думал, в течение недели должно выйти обновление, добавить новый тюнинг, новые машины, тонировку Поэтому всем советую закупаться именно в этом бизнесе СТО, который я вам показал Я вам буду очень благодарен, потому что там стоит максимальная скидка 80%, поэтому вы сможете дешево и качественно протянуть свой автомобиль Там, поставить тонировку и так далее, поэтому, как только добавлять тонировку, пацаны, сразу просто летите Просто в СТО, ставьте тонировку, как бы, по самой низкой цене Мой вам совет, также я хотел бы с вами поговорить про, получается, семью Мне просто нужен ваш совет насчет семьи У меня есть два варианта, как бы, либо ваучеры потратить на машины семьи Либо копить эти ваучеры, и когда выйдет обнова, перевести ваучеры в деньги Вот реально, пацаны, просто вот проголосуйте в комментариях Либо я голосование сделаю там на канале У нас, пацаны, здесь самая топовая ФМА, по сути Мы постоянно ваучеры забираем Я постоянно участвую в гонках семейных И постоянно занимаю первое место Обменять ваучеры на виртуальную валюту Я вам это уже показывал, то есть Либо мне ваучеры копить дальше, и потом поменять их на бабки То есть, это уже 22 миллиона, понимаете? Вот, могу купить Rolls-Royce кулинан За 1600 ваучеров семью Но я не знаю, есть ли смысл, пацаны, понимаете? Просто, потом этот кулинан Я за ноль смогу продать только То есть, я с него никак не заработаю А, допустим, ваучеры я могу перевезти бабки И просто потом купить машину в семью Да, я знаю то, что кулинан нельзя купить в семью То есть, это можно купить только за ваучеры То есть, здесь половина машин Которые нельзя купить в автосалоне Для семьи Их можно купить только за ваучеры Я могу купить тачки в ФМУ И мы, типа, будем самые пиздаты Хотя мы и так самые пиздаты И лично я считаю На 01 сервере у нас самая топовая ФМА Просто машины в ФМУ, блядь, я не понимаю Есть ли смысл покупать? Потому что машины нужны в ФМе, чтобы просто куда-то доехать Ее бросить и все